Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. На сегодняшний день одна из актуальных тем это проблема мошенничества. Если у человека возникла ситуация, связанная с возможным проявлением мошеннических действий, куда ему следует обратиться? Как обезопасить себя от мошенников и как взаимодействовать с гражданами Федеральная служба судебных приставов? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Берли Джозаевой ответит инспектор отдела организации исполнительного производства, исполнительного розыска, реализации имущества должников Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачево-Черкесии Мадина Каркмазова. Доброе утро всем. Доброе утро, Мадина Кемаловна. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Сегодня одна из самых актуальных тем, которая существует в правовом поле, это мошенничество. Я бы хотела, чтобы мы сегодня на эту проблему поговорили. Если у человека возникла ситуация, связанная с возможным проявлением мошеннических действий, как ему в этом случае правильно поступать? Федеральная служба судебных приставов предупреждает граждан об участившихся попытках обмана со стороны мошенников, которые выдают себя за судебных приставов. В своей преступной деятельности они используют поддельные уведомления и электронную рассылку фишинговых писем. Злоумышленники присылают на электронную почту граждан письма о наличии задолженности, которую необходимо срочно погасить. Также в фальшивых уведомлениях, в фальшивых письмах указываются меры принудительного характера в виде ареста имущества или же ареста банковских счетов или карт. Мошенники могут направить ссылку для погашения задолженности, где необходимо ввести данные банковских карт граждан. Также в подобных сообщениях содержится просьба перейти по ссылке, чтобы узнать о подробностях возникновения долга. После перехода по ссылке, злоумышленники предлагают пользователям сети интернет загрузить файл, в котором уже содержится вредоносный вирус. Таким образом, они получают сведения, персональные данные граждан и реквизиты к банковским картам и счетам. А как себя обезопасить от этих мошенников? Федеральная служба судебных приставов рекомендует проявлять бдительность при поступлении подобных электронных сообщений. Не переходить по ссылкам, не загружать какие-либо неизвестные файлы, не передавать кому-либо свои личные и персональные данные, в том числе о банковских счетах, картах и т.д. И не выполнять требования по каким-либо финансовым операциям без подтверждения. Во избежание мошеннических действий необходимо проверять письма, в которых содержатся требования или же призывы к действиям. Например, откройте, прочитайте, ознакомьтесь, оплатите, если это связано с долгами или финансами. Кроме того, необходимо внимательно изучить адреса официальных сайтов Федеральной службы судебных приставов и ее территориальных органов во избежание использования поддельных документов или же поддельных сайтов, которые предлагают узнать о наличии задолженности у данного гражданина. Поддельные сайты могут копировать дизайн официального сайта Федеральной службы судебных приставов и разночтение с официальными и поддельными адресами может быть совсем минимальным. Ну да, действительно, это же очень сложно разобраться, допустим, человеку малограмотному или пожилому человеку. Естественно, для этого существуют специальные программные комплексы, благодаря которым человек может, гражданин является он должником или не является, в зависимости от того, является он участником стороной исполнительного производства, узнать о своих долгах. Ну, то есть он должен пойти в службу судебных приставов и там на месте решать этот вопрос? Нет, есть специальные программные комплексы. О своих долгах люди могут узнать через портал госуслуг в личном кабинете, через официальный сайт Федеральной службы судебных приставов или же через мобильное приложение ФССП России. Например, если по порталу государственных услуг в личном кабинете уведомление о возбуждении исполнительного производства направляется к гражданину почтой, либо же в личном кабинете на портале госуслуг. Вы сейчас уже рассказываете о том, как Федеральная служба судебных приставов взаимодействует с гражданами? Уведомление о возбуждении исполнительного производства направляется к гражданам почтой, либо в личный кабинет на портале государственных услуг. Если в случае пользователям было подано соответствующее заявление, направление ему юридически значимых документов в электронной форме. Получить достоверную информацию о наличии задолженности возможно с помощью Банка данных исполнительных производств, на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, а также с помощью портала госуслуг или же мобильного приложения ФССП России. Но вот если человек столкнулся с коррупцией в службе судебных приставов, куда ему обратиться? С целью выявления, предупреждения или же пресечения коррупционных правонарушений со стороны судебных приставов и исполнителей, также своевременного реагирования на их недостатки в их работе и обеспечения обратной связи с гражданами республики, в управлении в круглосуточном режиме работает телефон доверия 878-221-3987. По указанному номеру любой гражданин или представитель организации, то есть сторона исполнительного производства, может сообщить о злоупотреблениях судебными приставами исполнителями своих служебных полномочий. При наличии в действиях должностных лиц каких-либо нарушений в отношении него будут применены меры реагирования. Поэтому мы призываем граждан, участников исполнительного производства, занять активную позицию в борьбе с коррупционными правонарушениями. И в случае, если они обладают какой-либо такой информацией, сообщить об этом по телефону доверия. Ну что же, я благодарю вас за полную информацию. Будем надеяться, что люди как можно реже будут попадаться на уловки мошенников. И спасибо вам. Спасибо. Спасибо. В станице Зеленчукской прошел открытый региональный турнир среди ветеранов спорта по баскетболу. В памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Карачева-Черкесии Виктора Макаровича Алюшина. О легендарном наставнике, ставшем главным творцом многих побед сборной по баскетболу Зеленчукского района и его любимой игре, расскажет Фатима Даурова. Весь жизненный путь Виктора Макаровича Алюшина был неразрывно связан с баскетболом. Будучи студентом, представлял свою альма-матер на чемпионатах и первенствах СССР в составе сборной, которая часто становилась первой на педестале почета. Будучи уже в статусе наставника, он передавал особую любовь к спорту своим ученикам. Являясь примером подражания для подрастающего поколения, тренер развивал самые лучшие традиции спорта. Баскетбол – это стихия, которая захватывает все больше и больше любителей. Я занимаюсь этой игрой уже 64 года. За это время я встречался со многими людьми, полюбившими эту игру и достигшими высоких результатов. Тренерской работой я занялся в Карачаево-Черкесии. За эти годы были выпущены много хороших спортсменов, которые играли в профессиональных командах. Нестандартный тренер, решение которого опережали время. Его чувство игры было феноменальным. Наряду с профессионализмом Виктор Алюшин воспитывал чувство ответственности перед командой. А добрая улыбка разбавляла даже самый высокий накал любых состязаний. Мне он запомнился оптимистом, то есть человек в возрасте. Я никогда не слышала у него старческого брюзжания. Он всегда, наоборот, всегда мне говорил «Люд, привет! Все нормально!» И его, конечно, безупречная улыбка, жизнелюбие, вот это бросается. Очень сильный характер. Если у него было мнение какое-то, конечно, он его не менял. Ну, этот человек, этот, он незабываемый. В наших душах, сердцах он останется навеки. Это, такого человека, это грех забыть. Кто его не знал, это, а кто его знает, это вообще человек большой души. Ну, просто... С этого турнира у нас всегда начинаются годовые турниры ветеранов. Давай, Валуя! Всегда, на день рождения Виктора Макаровича собираются ветераны с большой радостью, с большим уважением. Сегодня его нет, но я надеюсь, что в перспективе все будет продолжаться. Мы не дадим забыть этот турнир, потому что память об этом человеке будет вечно. Человек, который всю жизнь болел и продвигал баскетбол в станице Зеленчукской, это очень дорогого стоит. И мы сейчас видим на площадке молодежь, которая воспитана им. Они с такой же радостью бегают с этим мячиком и, я надеюсь, добиваются больших успехов. В турнире памяти приняли участие команды из Ставрополя, Кисловодска, Черкеска и станицы Зеленчукской. В составе команд друзья Виктора Макаровича, ветераны, мастера спорта СССР и России по баскетболу, члены сборных команд, участники чемпионатов мира, Европы, СССР и России. Спортсмены советской школы баскетбола своей игрой показали высокий мастер-класс. Они заряжались атмосферой турнира и даже давняя дружба не помешала чувству соперничества. В напряженных схватках между командами выявляли победителя. В турнирной сетке первое место заняла баскетбольная пятерка из Ставрополя. Им уступила команда ветеранов из Кисловодска, а спортсмены из Черкеска оказались на третьей позиции. Со словами поздравлений и благодарности к ним обратилась депутат Народного собрания Республики Роза Чучаева. Она вручила благодарственные письма председателя парламента Республики Александра Иванова представителям спортивного класса Карачаева-Черкесии за вклад в развитие физической культуры и спорта. Зеленчукский райкон КПРФ выступил с инициативой продолжить начатый Виктором Макаровичем ежегодный турнир среди ветеранов спорта по баскетболу. И придать ему статус открытого регионального турнира и в память нашего замечательного друга и тренера предлагаем присвоить этому турниру имя заслуженного работника физической культуры и спорта Карачаева-Черкесской республики Виктора Макаровича Алюшина. После окончания спортивной части участники турнира посетили могилу Виктора Макаровича Алюшина на местном кладбище, возложили цветы и венки, отдали дань памяти родному тренеру, девизом которого всегда было «Движение вверх». Фатима Дорова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаева-Черкесия. Болезни суставов – одни из самых частых проявлений нарушения работы костно-мышечной системы. Ошибочно полагать, что этим страдают исключительно пожилые люди в силу возрастных изменений и слабости организма, но это не так. Врачи различают десятки заболеваний суставов, у которых довольно похожие симптомы, а чтобы предотвратить их появление или же помочь организму справиться с проблемой, необходимы упражнения. А вот какие? С этим вопросом к практикующему йогу направилась Альбина Ламкова. Доброе утро! Доброе утро! Сегодня мы в гостях у практикующего йоги Наталья. Доброе утро! Мы сегодня сделаем ряд упражнений, и с нами будет моя ученица Диана. Какие упражнения? Упражнения мы будем делать на коленные суставы. Как известно, коленные суставы – это самые травматичные суставы в нашем организме. И поэтому колени очень тяжело восстановить. Практически невозможно. Пить коллаген – это, конечно, хорошо, но совместно с упражнениями это великолепный эффект даёт. Мы сделаем упражнения, которые будут поддерживать наши колени. Они предотвратят различные заболевания, такие как артрозы и всевозможные на эту тему болезни. Потому что нам колени, так как мы ходим вертикально, и когда у нас идут проблемы с позвоночником, у нас тоже страдают колени. В организме всё взаимосвязано. Абсолютно всё. Первые упражнения мы сделаем с вами. Садимся. Мы сядем. Вытянем ноги вперёд. Вытянем ножки вперёд. Сядем на седаличные косточки. Сядем на седаличные косточки. Левая нога у вас впереди. Левая ножка впереди. Правую мы берём, подтягиваем, выкручивая голеностоп и носок вытянутой ножки на себя. Это поддерживает тазобедренный сустав, и суставная сумочка подтягивается у вас. Вы поднимаете ручки наверх, делаете вдох и выдох, ложимся вниз. Голова внизу, плечи у вас не зажаты. И вот в этом положении можно несколько секунд провести. Потом мы подтягиваем к себе опорную ножку. Подтягиваем опорную ножку. Вот у нас коленный сустав. Правый коленный сустав. И вы ладошкой натягиваете на него. И можно немножко прокачать. У вас коленочка работает под разными градусами. Это очень важно. Коленный сустав находится вот в таком положении у нас. И когда он вытягивается в одну сторону и в другую, у вас обмен веществ в коленочке начинает лучше работать. Как известно, колени работают в одном плоскостном движении. Прокрутить их практически невозможно. Но вот эти миллиметровые работы с градусами очень хорошо восстанавливают колени. Теперь ступню можно перевести выше, немножко выше. Опорная ножка в согнутом виде продолжается. В согнутом виде. И вот отсюда мы тоже поддавливаем коленный сустав. И держим его. Держим. Теперь выпрямляем ногу. Берем голеностоп. Выкручиваем его. И коленочку кладем. Носочек вытянутой ножки на себя. Поднимаете ручки наверх. Вдох. И выдох. Ложимся вниз. Ложитесь вниз и подышите. Несколько дыхательных циклов. Сделайте вдох. И на выдохе расслабляйте тело. Сядьте на седаличные косточки. Открывайте ручки наверх. Вдох. И выдох. Сделаем обязательно компенсацию. Обязательно компенсацию, чтобы тазобедренный сустав встал на место. Теперь у вас правая ножка впереди. Мы подгибаем левую ногу. Голеностоп прокручиваем. И носок вытянутой ножки на себя. Поднимайте ручки наверх. Вдох. И выдох. Складывайтесь вниз. Сильно не зажимая плечики. Опускаем голову вниз. И подышим. Несколько дыхательных циклов. Вы подтянули к себе опорную ножку немножко. И отсюда коленный сустав. Коленный сустав вы кладете вниз к полу. Можно чуть-чуть его даже прокачать. Немножечко. Подержите коленный сустав в напряжении. Теперь выпрямляем ножку. Голеностоп прокручиваем. Кладем его. Поднимайте ручки наверх. Вдох. И выдох. Складываемся вниз. Голова внизу. И подышите. Несколько дыхательных циклов. Эти же упражнения. Они очень хорошо восстанавливают коленные суставы. И готовят наше тело к одном из основных асан в йоге к лотосу. Вот Диана может продемонстрировать. Диана подтягивает к себе ножку. И поднимает наверх. И садится. Да. И садится она в позицию лотоса. Ну и стабильные занятия. Они естественно приведут к тому, чтобы тело заработало. А если человек абсолютно не пластичен, что тогда делать? Нужно работать. Обязательно заниматься в любом случае. Пластика появляется. А вот если растягиваться трудно, как можно при этом расслабиться? Ну расслабиться это естественно расслабляет дыхание. Когда трудная асана, вам нужно дышать. Дыхание нарасслабляет очень хорошо тело. Наталья, поскольку подходов нужно делать асаны на тазобедренный сустав и коленный? Три-четыре подхода. А результат будет через какое время? Через месяц вы уже почувствуете. Через недели три уже почувствуете результаты. То есть уменьшится боли в коленных суставах. Коленный сустав станет более мобильным. Спасибо вам большое за полезные советы. Пожалуйста, мы всегда будем рады вам помочь, нашим телезрителям. Желаем нашим зрителям крепкого здоровья и заниматься йогой не от того, что есть проблемы, а от удовольствия. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» Шерифат Лепшоковой. Хорошего продолжения дня. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok